Целая река оказалась на грани гибели в Брянской области. Вода почернела, на поверхности пятна, повсюду мертвая рыба. От неприятного запаха нечем дышать. Специалисты говорят об экологической катастрофе. Проверку начала прокуратура. Местные жители считают, виной всему грязные истоки одного из заводов. В проблеме разбирался Руслан Бекбулатов. Городской пляж опустел. Вода в реке Сев в прямом смысле стала мертвой. Некогда живописное место теперь представляет собой жуткое зрелище. Отвратительный запах распространяется на десятки километров вокруг. Страдают жители сразу нескольких населенных пунктов. Сейчас стоит очень аномальная жара. У меня внуки дома. И просто дышать, открыть окно невозможно. Счет погибшей рыбы идет на тысячи. Не выжили даже птицы. Километры берега усеяны трупами представителей речной фауны. Отравлена и земля вокруг. Меня больше беспокоит последствия. То, что мы видим на воде, дохлая рыба, никто ее не убирает. Почему все это не утилизируется? Место, где еще неделю назад ловили рыбу и отдыхали на пикниках, теперь приходится обходить стороной. Видео не передает запах. Но цвет. Здесь купались дети. В интернете десятки видеороликов и фотографий. Люди жалуются во всевозможные инстанции. Областная прокуратура объявила о проверке, результаты которой пока неизвестны. Таким образом, официально не установлены причины бедствия и размер ущерба. А главное, не ясно, кому за все это отвечать. Прокуратурой области с привлечением специалистов контролирующих органов проводится проверка по факту гибели рыбы в реке Сев Севского района. В ходе проверки управлением Росприроднадзора по Брянской области организовано исследование проб воды, отобранных из водного объекта. Местные жители и экологи сходятся во мнении. Все живое в реке уничтожили сбросы в воду отходов производства местного масла-сыр-завода. По некоторым данным, предприятие работает без очистных сооружений. Вместо них огромные поля фильтрации, расположенные как раз рядом с рекой Сев. Поля фильтрации представляют собой обычные канавы, достаточно широкие, глубокие, которые наполнены производственными стоками. Стоять рядом с ними, находиться вблизи невозможно. Когда произошел данный сброс, то люди, жители города Севского утверждают, что невыносимая вонь ощущалась даже в центре города. Как предполагают эксперты, недавние обильные дожди могли размыть дамбы. Отравленная вода из канав попала прямо в реку. Впрочем, руководство завода ситуацию пока предпочитает не комментировать. Добрый день, вы, наверное, из завода? Ну как нет, если в халате? Охранник от завода, не поговорите с нами. Экологи боятся даже думать о возможных последствиях. Убийственную воду Сев несет своим течением в реку Нерусси. А та, в свою очередь, протекает по территории заповедника Брянский лес, одного из крупнейших в Европе. Специалисты считают, пока не приняты меры по ликвидации загрязнения, уникальная флора и фауна заповедника находятся под угрозой. Руслан Пикбулатов, Ярослав Зорин, Евгений Штурмов, Первый канал, Брянская область.